А какие услуги оказываете детям-инвалидам на дому? Это сенсорно-динамическое пространство для сенсомоторного развития ребёнка. Нам не дают стареть, у нас развивают память. Мы с помощью электродов снимаем электроэнцефалограммы. И раньше вот так вот быстро сделаем, чтобы только не успел запрестить. Такой проблемы не существует, она решена. Это тренажёры Бубновского, у нас на них занимаются взрослые, ну и дети. Существует ли проблема очерёдности? Туда легко попасть или нужно выждать время? Вот сейчас заговорю, мне слёзы назад. Говоря с молодёжным флангом, здесь ништяк. Социальное обслуживание – это помощь государства, в первую очередь семьям с детьми, инвалидам, малоимущим и пожилым людям. Вот эта помощь в чём выражается? Это больше действия или деньги? Социальная защита населения, она у нас разделяется на две большие группы. Это меры социальной поддержки, которые имеют денежный свой эквивалент для граждан, которые нуждаются в помощи государства. Выплаты различные. Да, да. И блок социального обслуживания, где гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, либо для профилактики того, чтобы они не оказались в данных обстоятельствах, соответствующими структурами предоставляются социальные услуги, так скажем, в натуральном виде. А вот если брать условные 100%, вот сколько из них будет помощь, ну действия, а сколько материальная составляющая? В основном это всё-таки предоставление в действиях, оказание непосредственной помощи гражданам, которые нуждаются в данной помощи. У нас есть большое реабилитационное отделение. Туда приходят и люди инвалиды, взрослые, и семьи, которые имеют детей инвалидов, или детей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы получить реабилитационные услуги, услуги психолога, услуги логопеда, социальных работников. То есть у нас очень большой спектр. Есть отделение срочное социальное обслуживание, куда может обратиться человек, который испытывает или временные, или постоянные трудности с опорным двигательным аппаратом, например. Ему нужно куда-то доехать на социальном такси, получить какие-нибудь технические средства реабилитации во временное пользование, чтобы его научили им пользоваться. Если человек имеет, например, родственника, за которым ему нужно ухаживать, он не знает, как это делать. Мы всему научим и всему поможем. Как компьютер может помочь реабилитации после инсульта? Это оборудование с биологической обратной связью. Там есть датчики, которые считывают движение каждого пальца, запястья, локтя и так далее. Они передают всё это в компьютер. Компьютер обрабатывает. И, как вы видите, в реальном времени идёт занятие в интерактивной форме игры. То есть человек напрягает пальцы, руку разрабатывает, и происходит игра. У меня был инсульт. Ну, последствия... В общем, лицо было перекошенное. Речь нормальной не было. Лепетала. И это всё прошло. Занимались массажистами, логопедом дома. А когда стало получше, то я уже пришла сюда. Осталось единственное, что у меня вот... Ну, сейчас, видите, я её могу хотя бы выпить. Поднять. А то она вообще... Я когда пришла первый раз, мы занимались только на столе. Вообще, я хочу вам сказать, что если бы вы не сказали, что у вас был инсульт, не скажешь. То есть лицо у вас прекрасно выглядит. Ну, оно встало на место. Мне было перекошено лицо на лёгый стол. Сколько вы ходили, занимались, чтобы вот уже так рука у вас слушалась вас? Я уже хожу второй год. Да очень много. Вы знаете, мне кажется, сейчас мы уже перешли... Подошли к последней стадии выздоровления. Я... Что-то у меня щёлкнуло в голове. Рука у меня сама жила, сама по себе. Хочет затрясётся, не хочет. У меня что-то щёлкнуло в голове. И я пока вот что-то делаю дома. И я знаю, что у меня через какое-то определённое время затрясётся рука. И я старалась всё вот резкими движениями всё это сделать быстрее, пока не затряслась рука. А сейчас мне Сергей Зафарович помогает, что я уже делаю плавно. То я вот, например, вот сейчас картину... И раньше вот так вот быстро сделаю, чтобы рука не успела затрестись. А сейчас я уже... Так что... А почему рука трясётся? Ну, после инсульта. После инсульта это же поражение. Здесь можно и массаж получить, и общение, и к каждому празднику быть готовыми. Так что здесь у нас очень хорошо. И к нам очень доброжелательно. Нас здесь встречают. Мы здесь как одна семья, поэтому здесь нам очень нравится. Здесь нам не дают стареть, у нас развивают память, с нами занимаются психологи. Мы здесь с удовольствием готовимся и к зимним, и к летним, и весенним праздникам. Нам здесь очень нравится. Нас добродушно здесь встречают. Хороший коллектив. Мы практически здесь, ну как, ровесники, плюс-минус 10 лет. Для нас это уже не возраст. Хочу ещё затронуть тему центров аренды специального оборудования, куда могут обратиться ямальцы. Вот кто и каким образом? Мы называем их служба проката технических средств реабилитации. Они действуют на базе наших государственных организаций социального обслуживания. В принципе, туда могут обратиться все граждане, которые признаны нуждающимися в социальных услугах, в том числе инвалиды, граждане пожилого возраста. Может быть, у него, у гражданина потребность возникла временная в связи с травмой. Допустим, там он подскользнулся, что-то у него на перелом конечности, то есть за костылями, за коляской. Все эти средства выдаются в прокат за плату. Для людей с инвалидностью, если это прописано в индивидуальной программе реабилитации, это средство, оно даётся на один месяц на безвозмездной основе. Поэтому есть такие, у нас пользуются до тех пор, пока не приобретут самостоятельно дальнейшие выплаты компенсации уже других государственных структур. Поэтому могут воспользоваться нашим прокатом. Сидение устанавливается в ванну, поднимается. То есть здесь человек сидит, то есть он поднимает человека? Сначала поднимается пустой, то есть поднимается до той высоты, которая раскладывается. Вот эти вот крылышки ложатся, получается, на крыло ванны. Вот так вот, да? Человека можно спокойно с коляски пересадить плавно сюда на сидение. Для того, чтобы опустить, потом это кресло опускается в свободном положении, откидывается автоматически спинка, пока крылышки поднимаются в ванной, то есть они не мешают. И тем самым человеку можно полноценно, который маломобильный, малоподвижный, можно его в полный рост купать в ванной, проводить все необходимые гигиенические процедуры. Он очень удобен. А это оборудование можно взять в аренду? Это оборудование, да. Это у нас последнее наше приобретение. Сколько стоит аренда вот этого новомодного кресла? Есть другие. Ну, ценовая политика у нас пока еще на конкретное кресло. У нас 220 рублей стул с санитарным оснащением. Такие кресла стоят в месяц. У нас целая, есть определенный стенд, есть на сайте. Можно посмотреть в картинках полностью, что у нас в фонде проката находится. Это есть и ступеньки в ванну, и, как я вам говорила, это и ходунки различные детские. То есть вот здесь прописано, если мы берем, например, сиденье для ванны. Что такое три штуки? Это можно все три сразу брать? Сколько? Нет, это сколько, это оснащенность нашего проката. И 220 рублей в месяц стоит. Да, совершенно верно. То есть вполне подъемная сумма для родственников. То есть их разные модификации, есть и ступеньки, и ходунки, как бы все у нас прописано. Всегда можно посмотреть, подобрать. Ну, это подбирается тоже как бы еще индивидуально. Если раньше у нас, ну, и на сегодняшний день действует там шесть позиций, то со следующего года он увеличивается. И со следующего года он вырастает аж до 18 позиций, куда входит и многофункциональная кровать, и средства для перемещения. Попробуй присесть и взять мяч. Вот так? Нет, не задевая пол, Лерочка. Давай присаживаемся, стараемся не задевать пол. Ну вот, мы только учимся удерживать равновесие, да. А для чего это упражнение? Ну, у детей вообще как бы с равновесием плохо. И укрепляем мышечный связочный аппарат стопы. То есть когда она присаживается, стоит, у нее стопы напрягаются, мышцы напрягаются. Мы укрепляем опорный двигательный аппарат, садись. Молодец. Дети в основном обращаются со сколиозами, с плоскостопием взрослыми, с межпозвоночными грыжами, ну, с различными, с переломами. После переломов восстанавливаются, разрабатывают голеностопные суставы, лучезапясные. В принципе, мы работаем со всеми диагнозами. Сейчас я сижу, улыбаясь, вспомнила видео, которое отправили из Мядика, где бабушка, по всей видимости, уже лежачая, изучает английский язык. А, Б, С, Д, И, Ф. Я только узнала, пока шесть букв. Ну, это, во-первых, для общего развития. Во-вторых, это первое, да? Во-вторых, чтобы наш ум дал какую-то пищу, чтобы он у нас совсем не атрофировался. Так, казалось бы, зачем бабушке преклонного возраста знать английский язык? Но еще этому уделяете внимание. Да, да. То есть, с учетом инноваций, которые происходят в части оборудования, которое применяется гражданам для их социализации, развития каких-то навыков, очень много современных приборов, которые являются интерактивными, которых можно применять на базе тех же планшетов, либо тех же интерактивных экранов, где граждане, так скажем, могут бороться со скукой, одиночеством и вовлекаться в процессы изучения тех же иностранных языков на дистанционном режиме, так скажем. Я вчера была в центре социальной помощи в городе Лабытнанге. Ну, сказать, что удивлена, ничего не сказать. Потрясающе вообще большое просторное здание и молодые, абсолютно молодые специалисты, которые работают вот с людьми после инсультов, с детьми, ну и так далее. Проблема с кадрами, получается, у вас, ну, такой проблемы не существует? Она решена? Ну, учитывая, что все-таки в сфере социального обслуживания, ну, непосредственно в учреждениях, предоставляющих данную помощь, спектр оказываемых услуг разнообразный, можно сказать, что да, допустим, в части социальных педагогов, логопедов, там, части реабилитологов, сейчас очень хороший идет приток кадров из числа молодых специалистов. С кадрами проблем нет. У нас в коллективе, ну, у нас вообще не очень неплохие зарплаты. И мы коллектив, которым приятно работать, правда. У нас вот на самом деле очень редко, когда уходят люди из коллектива, вот, уходят или по каким-то обстоятельствам, когда переезжают куда-то, или там на пенсию совсем пожилые, вот, ну, социальные работники, например, у нас уходили. А так вот, чтобы уходили только потому, что не нравится работа, несмотря на то, что она у нас очень сложная, мы работаем с очень тяжелыми категориями людей, она всегда такая очень затратная, но благодаря тому, что вот людям, ну, у нас интересно. Вот в работе главное, чтобы было интересно. Нам так повезло, нам удалось собрать уникальную команду специалистов, и уникальность их не только в их качествах как специалистов, но и в человеческих качествах. Здесь очень много людей, которые, ну, такие, знаете, зажигалки, которые что-то как придумают, и потом все остальные просто не могут удержаться, и бесконечный этот процесс придумывания, он вот позволяет нам не оставаться на месте и очень быстро бежать, для того, чтобы вообще всегда быть в ногу со временем. Вот на примере Лабутнанского центра социальной помощи существуют ли проблемы очередности? Туда легко попасть или нужно выждать время? Ну, очень многое зависит от сезонности, даже, как бы скажем, не сезонности, а вот какими-то, так скажем... Наплывами, волнами. Да, да, волнами при нуждаемости. Ну, в настоящее время, вот в Хармский дом интернат-мядика у нас очередность два человека. Ну, в принципе, у нас есть соглашения с Тюменской, Курганской, Рязанской областями. Ну, в частности, можно взять Тюменскую, где у нас есть Ярковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. Там у нас еще есть места, которые, в принципе, ожидают жителей автономного округа, которые пожелают проживать в данной местности. Вообще, у нас, получается, за территорию автономного округа в стационарных учреждениях проживает порядка 200 человек с теми учреждениями, с которыми у нас заключены соглашения. Учитывая, что в Мядика сейчас такой, как бы, небольшая, но очередность есть, мы с ними отрабатываем. Они нам идут навстречу, готовы увеличить нам, так скажем, количество мест свободных для того, чтобы туда поселить граждан. Мы прорабатываем с Мядика, которые постояльцы у нас проживают. Может быть, они хотят сменить там место проживания, переехать на более южные наши... То есть, еще менее их учитывается, пожелания. Да, да. Я здесь отсутствовала три месяца. Меня не было здесь в городе. Вы знаете, я очень скучаю. Вот сейчас заговорю, мне слезы на глазах, потому что я так скучала по нашему отделению дневного пребывания. Я такого отношения нигде не видела. Девчонки наши, Лариса Васильевна и Татьяна Леонидовна, они отдают нам все сердце. Они нас учат всему. Нас учат и куклы делать, и вязать, и шить, и всему, чему мы не знаем. Чему нас в детстве не научили, чтобы не быть одинокими. Я говорю, у нас здесь большая семья. У нас такие проходят праздники веселые. Вы зачем сюда приходите? Ну, помимо того, что лезть надо вязать. Знаете, говоря молодежным сленгом, здесь ништяк. И мне здесь очень нравится. И люди здесь, вот, я рад общению. Я прихожу с великим удовольствием. Ухожу с небольшим огорчением, что надо уходить. Вот. А так мне здесь очень нравится. Николай Равильевич готовит нам очень вкусные шашлыки. Делает нам сардельки, когда мы на природе. Каши как костюм разводит. А какая форма, может быть, социальной помощи наиболее востребована у нас в округе? Ну, если в количественном выражении, то это, естественно, предоставление услуг в полустационарной форме социального обслуживания для детей, для несовершеннолетних граждан. Вот. Потому что очень многим нужна помощь в отделении огневного пребывания, где работают специалисты-логопеды, дефектологи. В данном случае у нее есть небольшие проблемы с речью, такие как заикание. Поэтому мы выполняем дыхательную гимнастику по Стрельниковой, по методике Стрельниковой. Занимается она уже две недели. Упражнения она все знает. Поэтому я ей буду только частично показывать, подсказывать. А дальше она уже будет сама выполнять. Да, Катюша? Угу. Итак, смотришь на себя в зеркало. Хорошо? Выполняем первые упражнения. Короткие вдохи. Давай. Письменная речь и чтение, и звукопроизношение — это все даже развитие связанной речи. Бывает, что ребенок сейчас в современном мире ребенок очень мало разговаривает, связанная речь у него нарушена. Поэтому и такие тоже проблемы есть. Потом это все выливается в проблемы с написанием сочинений в школе. И тогда вот как раз здесь тоже работает логопед, что правильно ставим предложение, учим ребенка правильно высказывать свою мысль, выделять основную мысль, понимать прочитанное с первого раза. Да, вот работаем над смысловым чтением. И у нас здесь обращаются дети, начиная практически с младенческого возраста, мы начинаем с ними работать, начиная с дыхательных упражнений, артикуляционной гимнастики, и взрослые приходят. Но взрослые, конечно, там уже постинсультное состояние, либо перенесшие какую-то травму. И то есть со всеми мы работаем, все, кто зачисляется в наши учреждения, мы со всеми работаем, всем оказываем услугу, если это необходимо им. Мы сейчас делаем логомассаж, это называется логомассаж логопедический, он заключается не только в массаже язычка и артикуляционного аппарата, а также и смежных органов, то есть мы начинаем с лба, это и щечные мышцы, и подбородочные, и губные, все, что у нас участвует в произношении звуков, это нам все очень важно, и мимика, и жесты. А сейчас проблема в произношении, да, почему вы делаете массаж? Мы ставим звук р-р, но у нас язычок находится в гипотонусе, в повышенном тонусе, это значит язычок зажатый и не дает вот этой легкости, когда мы произносим звук р-р, у нас язычок вот так вот трепещет, а повышенный тонус не дает немножко мышце расслабиться, и вот с помощью массажа мы расслабляем язык, мышцу язычка. А скажи звук р-р-р, он у меня молодец, он уже произвольно произносит, и нам нужно работать, ставить этот звук в словах, в слогах и в словах, и уже выводить его в речь. А что самое нелюбимое? Говори, не повышенный. Когда жмякают уши. А, жмякают уши. Жмякают уши. Потому что так же входит у нас массажик язычка, и видимо до ушки ему не нравится, это я знаю, поэтому всегда делаю аккуратно. А ты знаешь, для чего тебе это делают? Ну, что быстрее сказать спокойную букву р-р в словах. А у тебя уже получается? Ну да. Лого-массаж это не какая-то там панацея, что вот сейчас мы сделаем, и он уже говорит, но это идет как в помощь. Дальше мы с ним продолжим занятия, просто лого-занятия, логопедические. Дальше будем работать. Над постановкой мы уже работали. Сейчас массаж. Мы дальше продолжим уже не над постановкой, а введение этого звука в слова, а потом в речь. То есть знание есть, умение есть, навык будем вырабатывать. В принципе, ребенок-инвалид на дому тоже может быть признан нуждающимся. Ну, ему чуть-чуть другая помощь, как бы, оказывается, потому что у него есть законные представители, которые уход непосредственно за ним осуществляют. Это как предоставление социально-бытовых услуг, там, приготовка пищи, доставка продуктов питания. То есть ему, по сути, данная, как бы, помощь не нужна. Ему больше помощь нужна психолога, какие-то реабилитационные услуги. Это сенсорно-динамическое пространство для сенсомоторного развития ребенка. То есть мы здесь работаем со всеми сенсорными системами ребенка одновременно. И визуально, и зрительно, и тактильно, и вестибулярно, и так далее. Вот у нас ребенок, в частности, да, вроде бы, казалось бы, небольшая проблема, но боится высоты. То есть подвесное оборудование, оно находится все в подвижном состоянии. Ребенку, на первый взгляд, очень легко, казалось бы, да, выполнять движение на этом оборудовании, но это достаточно сложно, потому что оно всегда находится в движении. И нужно скоординировать свои действия, спланировать таким образом для того, чтобы выполнить тот алгоритм действия, который задает специалист. Ладно, не бойся, давай только правой, только левую ручку убери за спину, за спину, левую, левую, вот, да. Не бойся, не упадешь. Все, давай мне, мне бросай. А кто к вам попадает, какие дети? Для того, чтобы заниматься в сенсорно-динамическом зале совы здесь, в принципе, у них ограничений очень мало. Поскольку сейчас есть такая проблема, очень обширная, это гаджетозависимость наших детей, да, до 90% детей, это, в принципе, проблема от малоподвижного образа жизни. От малоподвижного образа жизни у нас, соответственно, раскоординированность движений, неловкость и так далее, нарушается внимание, ну и все остальные, естественно, познавательные процессы. Здесь мы учимся, здесь занимаются детки как с ограниченными возможностями здоровья, так и детки с инвалидностью. Но не тяжелой формы, да, то есть те, кто в состоянии, допустим, если нет эписиндрома, эпилепсии, если нет противопоказаний. Противопоказаниями здесь являются только, если есть у ребенка с лени сетчатки глаза, если есть повреждение позвоночника и если вдруг они начали, если вдруг начали массаж, курс массажа, то есть только после массажа. Давай двумя ручками ловим. Инсульт сам по себе, он же поражает какой-то участок головного мозга, да, остальные участки должны компенсировать его работу, то есть должны напрячься посильнее, чтобы взять его работу на себя. И вот эта процедура как раз и помогает активизации всех функций, в том числе тех, которые необходимо компенсировать. А какие услуги оказываете детям-инвалидам на дому? Мы еще развиваем такую сферу деятельности, как построение на базе государственных организаций и обслуживаний микро-реабилитационных центров. Данная технология позволяет межотрасливым специалистам, таким как психолог-педагог, социальный психолог, социальный педагог, инструктор ПЛФК, массажист, приходить непосредственно на дом к детям-инвалидам и оказывать им комплексную реабилитацию. Также при возможности предоставлять оборудование родителям, где они смогут в дальнейшем уже самостоятельно оказывать необходимую помощь своим детям, чтобы, так скажем, комплексный подход к социальной реабилитации был наиболее эффективный. Домашний микро-реабилитационный центр Затем оборудование для детей, у которых нарушено восприятие. Это дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья. Плюсы и особенности оборудования микро-реабилитационного центра в том, что данное оборудование родители при получении услуг в центре микро-реабилитационном, они могут брать безвозмездно по договору в свое пользование на определенный срок, по договоренности. И заниматься дома с ребенком? Да, и, соответственно, заниматься дома. Поэтому достаточно простые в применении, допустим, коммуникационные, да, у нас коммуникация при помощи карточек. Есть домашний комплект, есть учебный комплект. А сколько вообще людей на Ямале нуждающихся в социальном обслуживании и сколько из них нуждающихся в постоянном уходе? В настоящее время у нас в социальном обслуживании получают услуги порядка 10 тысяч граждан. Так как я вот уже говорил, это больше тысячи человек на домной форме социального обслуживания. И получается 4 тысячи в полустационарии. И еще есть такая форма у нас обслуживания, это как срочные социальные услуги. Срочные социальные услуги предоставляются в виде экстренной психологической и юридической помощи. Также у нас достаточно востребована эта перевозка социальной такси. Их тоже где-то порядка общей сложности 4 тысяч граждан. Я так полагаю, что нерешаемых проблем не бывает. То есть в случае возникновения какого-либо вопроса или какой-либо проблемы нужно в любом случае обратиться в ближайший орган социальной защиты. Гражданам нужно как бы не беспокоиться о том, что они могут остаться одни со своей проблемой. Есть такая форма государственной поддержки, как социальное обслуживание, которые специалисты всегда готовы оказать помощь, а дальше постараться решить их возникшие проблемы. Вместе с тем у нас еще мы очень плотно взаимодействуем с медицинскими организациями, с организациями образовательных, так скажем, сфер деятельности, где тоже делимся теми проблемами, которые могут возникать у граждан. Соответственно, в рамках международного взаимоотношения, помимо того, что граждане сами могут обратиться, мы все-таки пытаемся найти таких, скажем, граждан, которые стесняются по тем или иным причинам заявлять о своих проблемах и предложить всю ту помощь, которая в настоящее время имеется у нас в наличии.